Гессарская порода овец. Она отличается неприхотливостью и нетребовательностью к климату и погоде, хорошо выдерживает различные природные условия, имеет вкусное питательное мясо. К недостаткам относятся некачественная баранья шерсть и небольшая рождаемость. История породы. Она была выведена в Таджикистане. Сделано это было на пастбищах далеко в горах с применением народной селекции. Особые породные качества овец обусловлены оригинальными природными и климатическими условиями существования длительной жизнью без смешивания с различными породами. На территории Российской Федерации среди разновидностей наибольшей популярностью пользуется мясная. Это обусловлено тем, что такой жир здесь не нашел широкого распространения. Гессарская порода овец. Внешний вид и характеристика. Считается, что именно бараны гессарские являются самыми большими в мире. Их рост в холке составляет 85 см. При этом глубина грудины равна 35 см. Эту породу разводят в Средней Азии, а также в южных районах России. Гессарские овцы нужны ради вкусного мяса и для получения сала. Описание породы дает следующую информацию. У этих овец некачественная и грубая шерсть. Вес самца обычно составляет 140 кг, самки – 90 кг. Строение тела конституция крепкая. Грудь у овец этой породы мощная и широкая, при этом немного выдвинута вперед. Имеется короткий хвост, длина которого не превышает 9 см. Гессарская порода овец. Голова у овец большая и массивная. У баранов имеются небольшие рога. Гессарские овцы их не имеют. В курдюке, прикрепленном к крестцовым костям, скапливается жир. Его количество может доходить до 20 кг. Его роль состоит в том, что это запас питательных веществ для выживания в неблагоприятных условиях. Овцы и бараны, как правило, имеют бурый цвет. При этом отличия в расцветке могут быть различными. Однако у гессарской породы цвет не играет важной роли. Поскольку шерсть у овец низкокачественная, ее не стригут в промышленных масштабах и для овцеводства она не имеет значения. Важно! Если овец не подстригать, к шерсти будут цепляться паразиты. Поэтому фермеру их необходимо регулярно стричь и делать это нужно не реже двух раз в год. Гессары бараны способны легко приспосабливаться к новым условиям. В частности овцы гессарской породы могут без потерь преодолевать длительное расстояние между летними и зимними пастбищами. В этих случаях расстояние может достигать 500 километров. Продуктивность этой породы имеет составляющие ее разновидности – мясная, сальная, мясо-сальная. У гессарских овец присутствует отличие по размерам, толосложению, месту расположения курдюка. У мясо-сальных овец курдюк имеет большие размеры и потянут почти до уровня спины. У мясных овец ситуация другая – курдюк гораздо меньше по размерам и почти не выделяется внешней. Курдюк у овец сального направления при проведении специального откорма может иметь размеры до третьих тела. На заметку, при нагуле и наборе массы тел овцы, относящиеся к мясной разновидности, имеют скорость накопления веса больше, чем у представителей других направлений. Забой молодых баранчиков делают на третьей или четвертой месяце жизни, при этом вес достигает 48-50 килограмм. Такая баранина известна своим изысканным вкусом и высокой питательностью. Овцы гессары имеют высокую молочную продуктивность. Овцы гессары имеют высокую молочную продуктивность. В том случае, если барашка перевести на искусственное вскармливание, они ежесуточно способны давать молока до 2,5 литров за один день. Характеристики гессарской породы овец говорят о том, что их шерсть низкого уровня качества. В ней относительно высокое содержание бракованных волос. В течение одного года с одного барашка можно настричь не более 2 килограммов шерсти. Поскольку качество низкое, ее используют только для производства грубой кашмы, а также войлока. Содержание Считается, что шерсть этих овец продать практически невозможно. Однако, несмотря на это обстоятельство, стрижку требуется производить 2 раза в год. Это делается не только потому, что старая шерсть способствует появлению паразитов, но и в связи с тем, что ее наличие причиняет овцам значительное неудобство. Для борьбы с паразитами проводится особая обработка с использованием дезинфицирующего шампуня и особых капель. Процедуры проводятся для всего стада единовременно. После этого овец перегоняют на новые пастбищи. Процедуры проводятся для всего стада единовременно. Обычно, независимо от конкретной разновидности овец содержат одинаково. С весны по осень они содержатся на летних пастбищах. С наступлением зимних холодов овец перегоняют на высокогорные луга, где нет снега. Они хорошо переносят как высокую, так и низкую температуру. Ливни им также не страшны. Одной из особенностей баранов этой породы является то, что они способны быстро сохнуть, какой бы дождь перед этим ни прошел. Овцы любят пастись на полях, находятся в сухих местах. Плохо относятся к заболоченным участкам и к любым проявлениям повышенной влажности. Важно! Атара ведет практически кочевой образ жизни. Даже перезимовать может в открытом вольере. Овцы гессарской породы могут обходиться без каких-либо помещений. Такая терпимость почти к любой погоде связана с тем, что овечки имеют густую шерсть, которая может служить надежной защитой от ненасти. Для их разведения необходимо наличие больших пастбищ. Там, где такие условия обеспечить нельзя, например, в лесной зоне, гессарскую породу не используют. Рацион. Если возраст ягненка менее полугода, их кормят ежедневно следующим образом. Полкилограмма сена – 4 грамма. Соли – 150 гораджмаха – 300 грамм. Комбикорма – 0,5 килограмма измельченных свежих овощей. Начиная с полугода, можно добавлять по 300 граммам измельченного зерна. Для ускоренного накопления мышечного веса в рацион включают концентраты, в состав которых входят горох, ячмени, кукуруза. Разведение. Бараны и овцы в Атаре выпасаются совместно. Приплод можно получать в течение всего годового периода. В настоящее время используются не только чистопородные овцы гессарской породы, но и ведется работа над их склещиванием с целью улучшения характеристик. Разведение одному самцу обычно необходимо примерно 15 самок в течение одних суток. Вынашивание длится в течение 145 дней. При разведении овец этой породы хлопот совсем немного. Однако, чтобы получить здоровых овец, необходимо делать прививки, стричь животных и выполнять другие работы, связанные с их содержанием. Окот у овец гессарской породы. Гессарские ягнета развиваются очень быстро. Уже на второй день новорожденные могут пастись, поедая траву на пастбищах. На протяжении первых двух месяцев жизни ежедневный прирост веса у ягненка может достигать 600 грамм. За каждые сутки, плодовитость этой породы овец невысокая. Она составляет не более 115%. При этом рождение трех или большего количества ягнят является достаточно редким явлением. Срок вынашивания потомства составляет 145 дней. Ягнята рождаются не чаще одного раза в течение года. Гессарская порода овец неприхотлива и почти не нуждается в особом уходе. При этом овцы дают качественное мясо, молоко и сало. 00 в от артикле ратинг.